Брестская таможня – одна из крупнейших и старейших в системе таможенных органов Республики Беларусь. В её структуре 8 таможенных постов и 23 пункта таможенного оформления. От качества их ежедневной работы зависит экономическая безопасность нашей Родины и западные границы Евразийского экономического союза. 2022 год испытал на прочность таможенную систему, заставил искать новые подходы к решению поставленных задач и перестраивать работу. Но вместе с тем он стал мощным стимулом для развития Брестской таможни, внедрения современных технологий и выхода на новый уровень цифровизации скорости, эффективности и прозрачности работы. Брестская таможня у нас лидирующая в плане выявления ввоза в страну запрещенных товаров, в первую очередь от наркотических средств. Практически в Брестском регионе выявлено наркотиков из всего результата нашей таможенной службы почти 90%. В первую очередь, конечно, это Варшавский мост, Козловичи. Произошли серьезные изменения технологий прохождения границы. Все знают, что наши западные соседи запретили въезд грузовиков на российско-белорусской регистрации в Евросоюз. Соответственно, была перестроена полностью работа. Сейчас все грузовики либо перегружаются, либо осуществляется перецепка грузов непосредственно в логистических центрах возле границы. И Брестская таможня в сутки оформляет порядка 700-750 грузовиков на перецепке, на перегрузки. Это довольно серьезный результат. Подводя итоги работы за 2022 год, начальник Брестской таможни Сергей Якута подчеркнул, что все основные поставленные задачи были выполнены успешно. Все это в конечном счете и стало залогом отличного экономического результата. Если говорить о цифрах, то от работы сотрудников Брестской таможни в экземпликанский бюджет поступил 1 миллиард 179 миллионов белорусских рублей, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это несмотря на то, что в рамках поддержания товаров так называемого критического импорта на больше чем тысячи товаров решениями Евразийской экономической комиссии была снижена ставка таможенной пошлины до 0%. Если говорить о грузопассажиропотоке в зоне деятельности таможни, количество физических лиц проследовавших увеличилось на 50%, количество легковых транспортных средств увеличилось более чем в два раза, количество автобусов увеличилось на 63%. Это стало возможным благодаря тому, что особое внимание уделялось развитию внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования, оптимизации технологии совершения таможенных операций, форм таможенного контроля, взыманию таможенных пошлин и налогов и выявлению административных правонарушений и преступлений. За 2022 год сотрудниками таможни и иными правоохранительными органами по материалам таможни было возбуждено 76 уголовных дел против 63-х 2021 года. Из незаконного оборота было изъято около 340 килограмм наркотических и психотропных веществ, а также более 300 килограмм сильнодействующих веществ. Кроме того, была пресечена незаконная поставка наркотических средств на территорию Российской Федерации. Все это стало возможным благодаря слаженной и четкой работе всего коллектива и каждого из сотрудников. По итогам 2022 года были отмечены заслуги высококлассных профессионалов Брестской таможни. Один из них – начальник отдела проведения операций таможенного контроля Юрий Дирдюк. Задача у нас в том, чтобы выявлять, находить какие-то предметы, товары, которые люди не совсем честные пробуют скрыть. Каждый комплекс выполняет свои задачи и люди на них работают, я считаю, что грамотные, образованные и работают с удовольствием. На 2023 год поставлены конкретные планы и задачи. Нет сомнения, что коллектив Брестской таможни приложит все усилия к их выполнению. Основной упор сделан на создание комфортных площадок для ожидания выезда за границу. Силами РУБ «Белтаможсервис» будем строить большую площадку для грузовиков для ожидания выезда за границу возле пункта пропуска Козловичей. Кроме того, площадка ожидания выезда за границу возле пункта пропуска пассажирского «Варшавский мост». Также будет реконструирована. Площадка сама в ближайшее время будет приобретена предприятием РУБ «Белтаможсервис». И по согласованию с властями города будем определять, каким образом будет происходить реконструкция, расширение вот этой площадки. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».